Продолжение следует... У меня регламент небольшой, минут 10-15, а потом перейдем к вопросам, если вас что-то будет непонятно, что-то заинтересует, что-то вы хотите узнать и так далее и тому подобное. Хорошо? Все согласны? Если согласны, хотя бы пальчики урок вам вверх. Все, очень приятно, давайте. Сегодняшняя тема – профилактика преступлений против половой неприкосновенности среди несовершеннолетних. Преступления против половой неприкосновенности – это общественно опасные деяния, которые грубо нарушают установленный в обществе уклад половых отношений и основные принципы половой неприкосновенности, направленные на удовлетворение сексуальных потребностей самого виновного или других лиц. По непосредственному объекту к этой группе преступлений относятся такие, как изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и малолетних, половое отношение и действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, понуждение к правовому сношению мужеловства, лесбиянства или иным действиям сексуального характера, разращение малолетних, представляющие собой посягательство на половую неприкосновенность и нормальное физическое, умственное, моральное развитие несовершеннолетних. Общеюридическое понятие «несовершеннолетние» означает лицо, не достигшее определенного возраста, с которым закон связывает его полную гражданскую дееспособность. Вопросы противодействия преступлениям, посягающим на половую неприкосновенность несовершеннолетних, продолжают оставаться актуальными, поскольку каждый факт вызывает в обществе большой резонанс и является одним из самых опасных социальных феноменов. Преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних являются общественно опасным явлением, представляют собой одну из наиболее опасных форм антисоциального поведения, и данный тезис не требует особых доказательств. Вред, причиненный ребенку в результате насильственных преступлений, приводит к отклонениям в нравственном психофизическом развитии несовершеннолетних и представляет свою угрозу для его будущего. Результативность предупреждения и профилактики преступлений против половой свободы несовершеннолетних весьма сильно осложняется множеством обстоятельств. Среди них это особенности организма ребенка, их психология, физиология. Дети зачастую просто не в состоянии осознать, что над ними было совершено насилие, либо скрывают это всеми возможными способами, боясь отрицательной реакции на со стороны родителей, учителей и так далее, других близких лиц. Привая зависимость потерпевших несовершеннолетних от преступника, субъекты преступления в этом случае могут выступать блокирующим фактором, используя все возможные средства для того, чтобы о преступлении никто не узнал. Под насилием следует понимать совершение таких действий, которые направлены на преодоление сопротивления ребенка, например, нанесение ударов, сдавливание дыхательных путей, удерживание рук, ног, срывание одежды и тому подобное. Само сексуальное насилие – это любой контакт или взаимодействие между ребенком и человеком старше его по возрасту, в котором ребенок сексуально стимулируется или используется для самой сексуальной стимуляции. Такие как ласка, трогание запретных частей тела, эротизированная забота, поцелуи в губы и так далее, демонстрация половых органов, использование для сексуальной стимуляции взрослого, разратные действия, изнасилование в обычной форме. Сексуальная эксплуатация – это порнографические фотографии, фильмы с участиями детей и тому подобное. В уголовном праве понятие сексуального насилия – это умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека, а также действие сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. Сексуальное насилие включает как прямые сексуальные контакты, так и непрямые, демонстрация обнаженных гениталий, порнографических и эротических материалов, также вовлечение ребенка в изготовление подобных материалов, подглядывание за ребенка во время купания, допустим, и так далее. Сексуальная эксплуатация – это когда взрослый злоупотребляет беспомощностью, либо силой для удовлетворения собственного сексуального увлечения, заставляет делать те или иные действия. Эротизация ребенка – это стимуляция сексуального развития в уши к другим сторонам личности ребенка. Сексуальное насилие в отношении ребенка зачастую совершается в семье, к большому сожалению. Сексуальное насилие в семье, то есть инцест – это серьезное нарушение внутрисемейных отношений, к которому всегда предшествует более или менее важное выраженное эмоциональное пренебрежение или плохое обращение к ребенку. Это намерение, скажем, отца, отчима удовлетворить свои сексуальные потребности, пренебрегая своими родительскими обязанностями. Жертвами сексуального насилия могут стать дети любого возраста. Большинство родителей, педагогов и психологов боятся обсуждать такую тему больше, чем жертва. В беседах с детьми они не задают правильного вопроса на эту тему, иногда не слышат того, что сам ребенок говорит или намекают о совершении насилия в другом ракурсе. В то же время, как показывает практика, даже при наличии объективной информации все внимание сосредотачивается, как правило, на преступники, так как жертва нуждается в первую очередь во внимание необходимой социальной, психологической и медицинской помощи. Немножко отойду от темы, не совсем от темы, но на территории Восточно-Казахстанской области действует три кризисных центра, куда могут обратиться как жертвы сексуального насилия, так и лица, вовлеченные в круг уголовного права, например, мама, подростка или ребенка, по отношению которого было совершено преступление, либо дети, которые не могут по простой причине пойти поделиться с родителями и не знают, куда пойти, можно пойти туда, находится на Добролюбово 44, у нас здесь в Узкоминогорске. Можете смело, если не дай бог у кого-то что-то, можете прийти, поговорите с квалифицированным психологом, вам окажут помощь, в последующем будут приняты все исчерпывающие меры. Если не в отношении вас, то оглядитесь, может в окружении вашем есть такие люди, которые вот вы видите, что он там замкнулся, что-то произошло страшное, давить, конечно, не надо, но вот есть центр, куда можно обратиться, и вам там помогут. Далее перейдем к признакам сексуального насилия детей и подростков. Есть несколько видов признаков, это физические признаки, это оральные симптомы, там герпес, экзема на ротовой полости, может быть отказ от еды, анорексия, то есть было так тяжело, то, что психологически ребенок сломался и не может кушать, или наоборот сильно наедается, называется булимия. Анальные симптомы повреждения как прямой кишки, так и покраснение, допустим, ануса, варикозные изменения, ослабление сфинктера, запоры, вагинальные симптомы, нарушение, начиная с девственной плевы, заканчивая ссадинами, сопутствующими инфекциями. Кроме этого, признаками сексуального насилия над ребенком являются порванное, запачканное, окровавленное нижнее белье, гематомы, синяки в области, да в любой области, начиная от рук, заканчивая телом. Необъяснимые выделения, гематомы, укузы, рвота даже, повторяющие воспаления, неосознанное мочеиспускание, болезни. Также есть изменения в поведении, что первое бросается в глаза, изменение выражения сексуальности ребенка, либо чрезмерный интерес к играм сексуального содержания, либо поразительное для этого возраста знание о сексуальной жизни, либо поведение по отношению к противоположному полу и взрослым, необычная сексуальная активность и так далее. Изменения в эмоциональном состоянии в общении ребенка. Может проявиться замкнутость, изоляция, уход в себя, депрессия, грустное настроение, вина, недоверие, отстраненность, истерическое поведение, быстрая потеря самоконтроля, трудности в общении с ровесниками, извлекание общения с ними, отсутствие друзей своего возраста, отказ от общения с прежними друзьями, отчуждение от братьев, сестер. Наоборот, может проявиться сильная излишняя агрессия по отношению к детям своего возраста или младше. Жестокость к игрушкам. Ну, это если у совсем маленьких детей, они не могут социализироваться и вымещают на игрушках. Все это признаки, которые можно заметить и вовремя помочь. Изменение личности и мотивация ребенка – это тоже является одним из признаков. Неспособность защитить себя, то есть, допустим, хрупкий, нежный, не сопоставляющий носителю или издевательство над собой, смирение, резкое изменение успеваемости, хуже или лучше, не знаю, прогулы в школе, отказ, уклонение от обучения. Или, наоборот, могут записаться на дополнительные образовательные секции спортивного характера. Там самбо, девочка, например, будет желать, ничего не расскажет, но пойдет запишется на самооборону, бокс, карате и так далее. Есть еще изменения в самосознании ребенка, то есть падение самооценки. Бывают самые худшие – это мысли о самоубийстве или попытки самоубийства. Появление невротических, психосоматических симптомов, боязнь оставаться в помещении наедине с определенным человеком, боязнь раздеваться и тому подобное. Конечно, выявив у ребенка какие-либо из этих признаков, не стоит сразу подозревать насилие, но если эти признаки присутствуют в комплексе, то стоит обратить внимание, деликатно расспросить его. Вот опять же, я ранее говорила про кризисные центры. С участием, если сами не можете, то покажите путь, что есть психологи. Если же опасения подтвердились, то необходимо сразу сообщить о преступлении к нам в полицию. Ребенку должна оказана быть профессионально-психологическая, медицинская и любая иная помощь. Если помощь не оказана вовремя, ребенок остается один на один со своей проблемой. Психологические травмы детства оказывают самое сильное влияние. Вот мы сейчас с вами все настолько развиты. Есть вот тиктоки всякие эти, вы смотрите там, интернет-коучи всякие. Они обращают внимание, что у взрослого человека успешного бывают проблемы, и все они тянутся из детства. Поэтому психологические травмы детства, еще раз повторюсь, оказывают сильное влияние на всю последующую жизнь человека. Формирование характера, будущую сексуальную жизнь, психическое и физическое здоровье, адаптация в обществе в целом. Такой опыт, перенесенный в детстве или подростковом возрасте, повышает риск стать жертвой сексуального насилия в детском возрасте. Нередки случаи, когда жертвой насилия в детском возрасте сама становится насильником в зрелом возрасте. Сейчас, как вы уже все знаете, есть фильмы, основанные на реальных событиях, но это в основном американские, но где ребенок подвергался насилию в детстве и стал маньяком. Вот это тоже немаловажный фактор, поэтому нужно обращать на это внимание. Основные последствия, это мы все знаем, агрессивность, пассивность, замкнутость, отсутствие друзей, псевдовзрослое поведение, что он все уже знает, постиг ребенок в этом мире. Отсюда идет расстройство между родителями, близкими и так далее. Плохая школьная успеваемость, нестабильность, как эмоциональная, так любая. В настоящий момент профилактические мероприятия, они, конечно, оказывают положительное воздействие, но они имеют так называемый отложенный эффект, то есть он имеет место быть, но не сиюминутный, как нам бы хотелось. Поэтому значимость профилактики нельзя променьшать. Проще предотвратить, чем бороться уже с имеющими последствиями. Поскольку цель моего общения с вами, целенаправленная работа по профилактике преступления данной категории, именно вот в вашем юном возрасте начинает формироваться осознание своих понятий о поведении в ближнем окружении, культуре, морали, правилах межличного основного общения, запрещать вам, подросткам, что-либо нецелесообразно, потому что практически в 100% случаев, чем сильнее давление взрослого на запрет того или иного действия, тем больше оказывается внутреннее сопротивление, и вы делаете все наоборот. Мера социально-криминалистической профилактики, о которой я сейчас веду речь, не направлена на конкретных лиц или на эту аудиторию, лично на вас, несет скорее общий характер, направленный на формирование нравственных ориентиров по здоровому половому воспитанию и организации вашего досуга и прочее. Подводя итоги, можно сказать, что для борьбы с половыми преступлениями в отношении несовершеннолетних одних усилий нас, правоохранительных органов, просто недостаточно. Для реализации профилактических задач необходимы знания в области медицины, педагогики, психологии, сексологии, которые вы получаете в результате получения вами высшего образования, также в результате самообразования, повышая ваш уровень знаний. Поэтому все, что я сейчас говорила, если вы вдруг обратите внимание, оглянетесь и увидите у кого-то эти признаки, не будьте безучастными, подойдите, спросите. Может быть, именно вы спасете жизнь чью-то. И таким образом мы уменьшим совершение такого, таких преступлений, такой категории. Вы будете сами защищены, здоровы, если вы знаете, значит, вы вооружены. Поэтому на этом мой доклад окончен. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, я готова ответить. Валерия Гулатовна, добрый день. Добрый. Учащийся школ старшего длина. Хотелось бы услышать какие-то рекомендации от лица представителей управления образованием. Будьте добры, пожалуйста, для учащихся школ. Ну, как я уже вот говорила, самообразование это немаловажная вещь. Нужно, как бы это не звучало, скажем, ипо нужно, нужно читать больше книг, нужно смотреть качественные фильмы, документалки. Мозг такая штука, которая может поглощать в себя все, как губку. Но, как вот в Шерлоке Холмсе, он представлял, что это чердак, в этот чердак можно закидывать все, но когда тебе нужна определенная вещь, нужно его освобождать и до этой вещи доходить. Поэтому он делал себе только четкие знания ложил. Допустим, ему нужно из физики вот это теорема, вот это правило, по геометрии вот эта теорема. глотать, быть всеядным в качестве образования не есть хорошо, поэтому качественное образование и саморазвитие это ключ к тому, что вы станете грамотным, востребованным человеком, добьетесь успехов в определенной своей линии жизни, куда вы захотите, куда направите свой взгляд, куда вы захотите пойти, достигнете всех высот, но для этого нужно быть по меньшей мере собранным, чтобы вы имели взгляды морально-этические, поведение ваше. Вот у нас, я уже могу говорить, что в нашем детстве нам говорили, что старшим нужно уступать старикам, нужно помогать, молодым у нас везде дорога, что труд из обезьяны сделал человек, поэтому нужно убираться дома, начнем с этого, приходить вовремя, самодисциплинироваться, ходить на всякие кружки, заниматься всем, что только приносит вам удовольствие, и не приносит вред окружающим. Начните с себя, и тогда вы будете жить в таком Казахстане, о котором мы с вами все мечтаем. Вот. Что-то еще? Есть какие-нибудь вопросы в рамках уголовного права, может быть? может, тогда в своей беседе скажите ребятам, что конкретно может быть какие-то статьи они должны знать школьники в их возрасте? В их возрасте вот момент наступления уголовной ответственности, то есть способность объектом, субъектом преступления может быть любой объект преступления, в момент уголовной ответственности наступается, допустим, в тяжкие преступления, совершенные в тяжкой категории с 14 лет, такие как убийство, изнасилование и так далее, а момент с 16 лет, то есть вы в настоящий момент уже можете быть привлечены к уголовной ответственности, есть такая тонкая грань, например, вы мальчишки, это часто я это наблюдаю, это из практики, начинается все с шутки, забирают телефоны, начинается собачка-драчка, перекидывают тому, третьему, десятому, как бы, это все можно перейти в шутку, потом обидчик, которого обижают, начинают агрессировать, перерастает это все в драку, и это хулиганство, потому что вы находитесь в школе, это общественное место, и вы уже можете быть привлечены к уголовной ответственности, это серьезная статья, повлажек никто не будет давать, моменты такие, которые огульно ходят в интернете, мы там с ним помиримся, восстановим материальный ущерб, и все, с нас взятки гладки, такого не может быть по одной простой причине, что, да, дело уголовное, если это преступление средней тяжести, оно подлежит прекращению за примирением сторон, однако имейте ввиду, что ваше будущее будет закрыто по одной простой причине, уголовное дело было, преступление было совершено, и это будет отмечено в прокуратуре, в базе данных, когда вы захотите, допустим, идти в высшее образование, или при получении высшего образования пойти на хорошую работу, где обязательно будет спрашивать справку о судимости, там будет отмечено, что вы нарушили закон, что у вас есть непогашенная судимость, и вы останетесь без хорошего места, без работы, и это, конечно, на будущем вы поставите себе крест, поэтому, ребята, будьте аккуратны, не сами не нарушайте не общественный порядок, будьте морально устойчивы, и сами не провоцируйте, допустим, даже если вот был случай, машина проехала, обрызгала девочку, та начала нецензурно бранию выражаться, схватила камень и кинула, это уже хулиганство, а ей 16, никуда не деться, ее привлекли к уголовной ответственности, а потом уже, я узнаю эту девочку, потом она не смогла никуда устроиться и работает, грубо говоря, в общепите, а это уровень жизни порядок ниже, который вы хотели бы получить, это следовательно, если будет брать по большому счету, то этого не, вы не сможете быть ни депутатами, ни президентами, и так далее, и тому подобное, вы все хотите, чтобы у вас было качество жизни хорошее, чтобы вы работали как минимум в хорошей компании, большой, высокоплачиваемой, на высокоплачиваемой должности, поэтому, ребята, не поддавайтесь на провокации, держите себя в руках и сами не совершайте, незнание закона не освобождает от ответственности. У меня еще такой вопрос, слышно меня? Да, да. Скажите, пожалуйста, вот у нас некоторые девочки дружат со взрослыми мужчинами, причем родители говорят о том, что они в курсе и держат ситуацию под контролем. Вот что бы вы, пользуясь случаем, могли бы сказать этим подросткам, они сегодня здесь в зале присутствуют, но, к сожалению, родителей нет, но и родителям в том числе. Ну, я так думаю, что эфир можно записать, и я вам скажу вот так. Как я раньше говорила, давление, запрет не приводит к таким результатам, которые хотят взрослые. Поэтому, наверное, родители говорят, да, мы это отпустили в возе, и мы под наблюдением, но по факту это уже уголовно наказуемое деяние. Если лицо вступило в половую связь, не достигнув совершеннолетия, лицо, которое даже на добровольной основе, у меня есть уголовное дело, мальчик с девочкой очень дружили, любили, и вот в пылу там страсти сами не поняли, как это все произошло, но девочка забеременела. Девочке 16 лет, мальчику 18, и девочка забеременела. Родители также говорили, да, мы это, они поженятся, но дело в том, что по закону вступление в брак в этом возрасте не регистрируется. Более того, мы вынуждены были задержать этого мальчика, применить в отношении его меру пресечения с содержанием под стражей. После закончили уголовное дело и направили в суд. По результатам проведенного судебного следствия человек был осужден, и он пропустит момент рождения своего ребенка, он пропустит все на свете, потому что он ребенок по сути 18 лет. и не пойдет никуда, ни в армию, он выйдет уже отсидевшим человеком. А если это люди, которым 25-30 лет, то шанс, что они оттуда выйдут, вообще нет. Такого, ну, это, он стремится к нулю, потому что таких людей там не очень любят. У всех есть дети, у всех есть сестры, мамы, тети, не дай бог, если есть даже девочки, они представляют, что вот такой взрослый мужчина совратил его ребенка, и поэтому его следует наказать по своим законам. Поэтому, ребята, девочки, это очень серьезный момент. Я понимаю, что это гормональные всплески, что это первая влюбленность и так далее, но прислушайтесь к тому, что закон, он настолько строг, он не видит полутонов, это не серое, это не чуть голубоватое, это не чуть розоватое, это вот черное-черное, белое-белое. Есть преступление и есть наказание. Все, там не будут смотреть, что у вас чувство, что вы сами и так далее. Человек будет привлечен к уголовной ответственности. А это я еще раз повторюсь, это на всю жизнь. Это поломанная судьба дальше. Вам за это тоже спасибо не скажут. Это раз, а второе, моральные и этические нормы, никто их не отменял. Это наши бабушки нас так воспитывали, что, ну, во-первых, до свадьбы нельзя, во-вторых, в открытую показывать пренебрежение, свое пренебрежение своему же обществу, это не есть хорошо, и это по меньшей мере не говорит о вашей воспитанности. Вот. Спасибо. Может быть, у девочек или у мальчиков есть какие-нибудь вопросы. Я с удовольствием отвечу. поприникли, поприникли, Спрошу, может, что-то вас видеть, если человек вас проконсультирует, какие-то вас волнуют. Никто не арестует, не будете говорить, что... это информационный вида встречи. Если вы хотите что-то конкретно узнать, без проблем я могу вам рассказать, подсказать что-то. Ну, как, тогда подведем итоги. Не будем изобретать велосипеды. Мужчины, мальчики должны, из них должны вырасти мужчины, поэтому старайтесь быть джентльменами, открывайте девочкам двери, помогайте им, потому что это слабый пол, нужно их защищать, как в школе, так и дома, уступать место в автобусе старшим, девочки быть женственными, красота победит, спасет мир, поэтому без агрессии можно сделать то, что вы хотите. Ваша сила, ваша женственность и нежность. Поэтому, девочки, мальчики, желаю вам всем здоровья, всех благ, удачи в школе и в дальнейшем по жизни. Никогда не попадайте в полицию, что-то кто-то хотел спросить. Будьте законопослушными гражданами Республики Казахстан. всем спасибо за внимание. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова